Предоставляю слово господину Кривошапкину, тема его выступления научных исследований СЛФУ направленной на изучение арктической территории Дальнего Востока России. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень хорошо, что правительство Российской Федерации и научное сообщество устремляют свои взгляды в сторону исследования Арктики и арктической зоны Российской Федерации. Но есть, соответственно, проблемы, которые стоят перед нами. Это, во-первых, что все-таки та часть арктической зоны Российской Федерации, которая прилегает к европейской части, она, естественно, больше изучена. Дальневосточная арктическая часть остается еще в большей степени белым пятном. Только крупные компании, как Росни, могут обеспечить такие долгостоящие экспедиции в Дальневосточную Арктику. Также Арктика является местом проживания коренных малочисленных народов, язык, культура, традиций, которые исчезают. И вы знаете, что и у Кагиров, есть такой народ в Якутии, осталось только 32 человека, которые знают свой родной язык. Также в арктической зоне есть очень большая миграция и отток высокопрофессиональных кадров, что, конечно же, очень препятствует и научным исследованиям, и профессиональному развитию Арктики в целом. Соответственно, здесь, в том числе, наверное, отсутствие государственной программы или государственной системы распределения выпускников вузов Российской Федерации, которая была еще в Советском Союзе. В следующем слайде мы показали, что Северо-Восточный федеральный университет, став федеральным университетом, получив финансирование, от государства стал центром, образовательным и научным центром Северо-Восточной части Российской Федерации, выполняя свои определенные геополитические задачи. Мы открыли филиал в Чукотке, это первое учреждение высшего образования, которое было создано благодаря нам. Также мы имеем филиалы в Нирнгре. Если охватить всю Северо-Восточную часть Российской Федерации, то представьте, 30% территории Российской Федерации. Это огромная территория, которая еще ждет ученых, научных сотрудников, крупные компании для исследований. В следующем слайде мы показали, какие наши возможности. Благодаря программе развития университет стал очень сильным в научном отношении, и многие иностранные государства, я повторяю, многие иностранные государства устремились сотрудничать с нашим университетом, как Япония, Корея, Китай и другие. Здесь мы показали некоторые наши научные направления, которые имеются в университете в области исследования Арктики, но в Северо-Восточной линии отсутствуют исследования в области морских территорий, морского биоразнообразия, добычи полезных ископаемых, и мы будем очень рады сотрудничеству в этом направлении. По некоторым результатам, если посмотреть, то климатические исследования, которые проводятся у нас в республике, доказали, что в 2040 году будут серьезные изменения таяния вечной грозоты под городом Якутска, что приведет, конечно же, к изменению и очень большим последствиям в жилом фонде проживания людей. Доказательством того является вторая фотография, где вы видите провал термокастовой. Что случилось? Но у нас сегодня эти проблемы, если не нужно, то есть еще нет. Пошли, провал, остановился. Пошли, провал, остановился. Пошли, провал, остановился. Пошли, Пошли, вы продолжаете. Ну, вы помните, в Герберде такая ситуация была, да? Так, вот видите, термокастовый провал в Верховенском районе глубиной 100-200 метров благодаря антропогенному воздействию человека. И это, видимо, ждет уже в 2040 году. Также исследования, касающиеся, так сказать, медицины, здоровья человека, это очень важны, потому что Север имеет определенные свойственные ему только заболевания, например, как хроническая обструктивная болезнь легких, которая еще не вылечивается. Но наши исследования, особенно по генетике, имеют определенные результаты, в том числе и по биочипам. Также мы совместно с Космосом начали исследование, мониторинг здоровья населения, проживающих в непосредственной близости к районам падения отделяемых частей ракет-носителей на территории Республики Саха-Якутия. Что касается новых технологий, Да, разработаны новые низкотемпературные смазочные масла, которые температура застывания достигает до 60 и более минус градусов. Очень хорошие новые материалы, морозоустойчивые, износоустойчивые, что очень важны для освоения Арктики. Также мы особое внимание уделяем изучению, исследованию народов, населяющих Север и Арктику. Но совместно и с университетами мира, в том числе и Кембриджем, и университетом Арктики. И был создан так называемая Arctic Megapedia, или это сайт, где собираются все цифровые носители в киберпространстве, включая языки, культуру, традиции и народов. Мы приглашаем всех, кто имеет возможности, ваши данные тоже будут включены в этот Arctic Megapedia. В этой фотографии вы видите, что в 2015 году было дано задание Путину о проведении комплексных нарушенных исследований Республики Саха-Якутия на примере тех первых комплексных исследований, которые были созданы и проведены в 2025-2030-х годах. Благодаря этим исследованиям Республика Саха стала развиваться. Ну и что дальше? Дальше, как вы видите, финансирование мы получили только из бюджета Республики Саха-Якутия, а с российской стороны, к сожалению, финансирования не было. То есть в связи с экономическими ситуациями в 2018 году финансирование этих исследований приостановлено. А впереди второй этап и третий этап. А мы сделали небольшой анализ по финансированию научных исследований по некоторым нашим фондам российским. И мы благодарны российскому фонду о фундаментальных исследований, что после наших совещаний в Министерстве образования, науки в рабочей группе по науке и образованию, вот такая была создана программа с хорошим финансированием. Но, как вы видите, из 290 проектов было финансировано 62 проекта. Из САУФУ мы подали 24 проекта, из которых финансирован только один проект. Из 19 по направлению социально-экономический, медико-экологический проблем развития Российской Арктики. Очень небольшое количество. Также РУФУ имеет контракты или договоры с регионами по финансированию научных исследований, но суммы их составляют, как обычно, 150-200 тысяч рублей. Увы, к сожалению. Дальше. Российский научный фонд. Вы видите, что финансирование было поддержано более 3000 проектов, из них только 50 проектов по Арктике. Это всего лишь составляет 1,6%. Есть над чем задуматься. Также по отраслям знаний. И, как вы видите, основное число проектов было профинансировано по наукам о земле. Очень большая проблема для нас, республики, это территории Арктики, которые относятся к АЗРФ, особенно республике Саха-Якутия. Вы знаете, что есть так называемый КАФ, Conservation of Arctic Flora and Fauna, который выделяет территорию южной границы Арктики. И видите территорию, которую выделяет Российская Федерация. В республике Саха-Якутия здесь относятся только 5 улусов, а часть улусов, которые находятся за полярным кругом, почему-то не относятся к арктической зоне Российской Федерации. Увы. Вот, пожалуйста, мы предлагаем всем вам, научному сообществу, еще раз посмотреть этот вопрос и предложить, что эти же территории также климатическим и по другим параметрам могут быть отнесены к Азиатской зоне Российской Федерации. Ну, северный морской путь. Конечно же, это очень серьезный вопрос. Как вы видите, рост грузов растет, проходит по двум нашим морям, восточно-сибирским по морю Лаптину. Ну, а основная часть, как вы видите, опять-таки по европейской части. Здесь очень важна юридическая и законно-турческая составляющая, которая в какой-то степени может и противоречить к международному законодательству. И наше предложение по созданию научного центра международного уровня, это Дальневосточная Арктика. Да, Северо-Восточный федеральный университет готов стать центром, который будет координировать эту деятельность совместно с Национальным Арктическим научно-образовательным консорсиумом. И те вызовы, на которые мы можем дать ответ, которые вот представлены справа, особенно по решению тех проблем, логистики, транспорта, исследований, сохранения народов языков и так далее. Спасибо вам всем за внимание. Спасибо. Спасибо.